Учреждения Югры приняли участие в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. В этом году его назвали Форумом объединенных культур. В Северную столицу съехались представители 70 стран мира и, конечно, всех регионов России. Гости форума смогли посетить выставку сопряжения форм, экспозиция которой объединила более 300 уникальных скульптур советской эпохи. Это все фондовые предметы полусотни музеев страны. Около 20 скульптур предоставил фонд Государственного художественного музея Югры. В рамках деловой программы на полях форума подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Например, Окружной дом народного творчества стал партнером Дома народного творчества Санкт-Петербурга, а также Ленинградской области. Мы достаточно давно уже сотрудничаем с нашими коллегами, но теперь у нас есть настоящее основание для того, чтобы как можно чаще реализовывать задуманные вместе проекты. Заключение подобных соглашений способствует каким-то интересным проектам в развитии наших фестивальных практик. Например, мы договорились с Псковской областью о том, что в рамках фестиваля «Русь», который пройдет у нас в Югре, в рамках Дни славянской письменности и культуры, мы сделаем какие-то совместные творческие музыкальные проекты наших любительских коллективов. Главное не оставаться один на один с проблемой. Во взрослой поликлинике Нягоне открылся кабинет специализированной психологической помощи. Здесь участникам специальной военной операции и членам их семей помогают справиться с посттравматическим расстройством, научиться жить в условиях постоянной тревоги за близких или адаптироваться к мирной жизни. В ход идут базовые техники, неформальный подход и большое желание помочь. Опыт Нягонские специалисты перенимали у коллег, которые побывали в зоне СВО. Тяжелые случаи лечатся при содействии смежных специалистов. Самая тяжелая работа как раз-таки проходила последние полгода именно с родственниками, с мамами, с женами, с детьми, те, кто ждет, кто находится здесь. Здесь сидят они в невидении. От звонка до звонка люди находятся в постоянной вот этой тревоге. В последнее время у нас были двое участников СВО. Здесь мы работаем в другом фронте. Жить здесь и сейчас. Принять то, что ты вернулся, что нужно жить в мирное время, нужно привыкать к этому. Пойковские пожарные собрали деньги и приобрели автомобиль для своих коллег, которые сейчас находятся в зоне СВО. Три месяца назад двое работников пожарной части Центроспас Югорь из Пойковска выступили в ряды добровольцев и отправились в зону СВО. Пойковчане прослужили спасателями больше 15 лет. Такая работа готовит к разного рода экстремальным ситуациям. Находясь за ленточкой, спасатели держат связь с коллегами. Специально для них оставшиеся дома коллеги купили подержанный автомобиль, перебрали все запчасти, подготовили попутный груз. Это генератор, запчасти и теплые вещи. В Ханты-Мансийске машина доукомплектуют необходимым. После чего в колонии вместе с гуманитарной помощью доставят пайковчанам. Поступило предложение от ребят, от нашего коллектива, чтобы помочь нашим СВОшникам, потому что наши ребята служат из нашей части, двое ребят. Вот как бы мы им решили помочь. Очень важна наша поддержка. Даже, наверное, в первую очередь это моральная поддержка им нужна. Они попросили кубовик чистый для воды. Вот мою кубовик приготовили. Дизельный генератор для освещения. Запчасти на машины и теплые вещи. Вообще наша организация Центроспас Югория по Ханты-Мансийскому автономному округу. Мы занимаемся доставкой гуманитарной помощи. Работники наши на постоянной основе в Ростове находятся. И эту помощь развозят по тем подразделениям, где служат наши ребята.